В рамках подготовки к конкурсу названия культурной столицы Европы 2027 года в феврале было проведено исследование о потреблении культуры в Даугупилсе. Оно помогло не только выяснить мнение жителей о разных аспектах культурной и общественной жизни и определить, что больше всего интересует даугупилчан, но и обобщить идеи, которые помогут создать качественные мероприятия и расширить туристическое предложение. В опросе принимали участие как представители общественных организаций и сотрудники сферы культуры, так и многие жители Даугупилса, повседневная жизнь которых совершенно не связана с созданием культурных мероприятий. Однако именно их мнение было самым важным, так как оно помогает определить, какие события и продукты больше всего нужны городу. Пожелания у жителей очень разнообразные. Респонденты также поделились своими пожеланиями, обобщив которые, родилось много ценных идей по поводу мероприятий для разных категорий населения. Это будут и совершенно новые проекты, которые объединят в себе различные направления искусства и общественной деятельности, и наработки, которые позволят значительно улучшить уже знакомые и полюбившиеся мероприятия. Один из примеров того, как можно трансформировать, расширить наше мероприятие – фестиваль духовной музыки «Серебряные колокола», концерты которого могли бы проходить не только в Даугупилсе, но и в храмах других самоуправлений Латгалии и даже за границей. Еще одной частью фестиваля могли бы стать мероприятия, посвященные темам сакрального искусства. Было подано также очень много идей по поводу молодежного фестиваля, который обычно проходит у нас в августе-сентябре. Ребята очень активно его обсуждали и делились мнением, благодаря чему мы пришли к выводу, что его стоит расширить, уделив больше внимания теме образования и самосовершенствования молодых людей. Ну и, разумеется, мы очень рады, что поступило множество предложений и идей относительно разных мероприятий именно для детской аудитории. До сих пор этот сегмент в Даугупилсе был затронут довольно мало. Мнение жителей обязательно будут учитывать при подготовке программы развития культуры Даугупилса на 2021-2027 год. Однако реализовать все запланированные проекты будет значительно проще, если Даугупилс получит титул культурной столицы Европы 2027 года. Важно, что в борьбу за него наш город вступает не только как второй по величине город Латвии, но и как представитель всей Латгалии. В сотрудничестве с Резекна и другими самоправлениями также разрабатываются различные проекты, которые помогут создать новые туристические продукты, мероприятия и объекты, привлекая внимание ко всему региону и рассказывая о неповторимом разнообразии Латгалии на международном уровне. Уже сейчас мы видим, что в программе «Культурные столицы Европы» могут быть задействованы все самоуправления Латгалии. Мы приобретаем новых друзей и совершенно потрясающих партнеров по сотрудничеству. Поступают предложения не только по поводу традиционной культуры, которую мы хотим акцентировать, но и совершенно новые, я бы даже сказала, инновационные проекты. Мы очень рады, что можем объединить традиционную и современную культуру, а также посмотреть, каким образом можно акцентировать уникальную природу нашего края, объединив ее с музыкой, с искусством, создавая новые, совершенно уникальные проекты в непривычных форматах. Если у вас есть интересные идеи, которыми вы не успели поделиться в опросе, смело подавайте заявки на участие в семинарах и других мероприятиях, которые проводит Управление культуры. Информация о них регулярно публикуется на домашней странице самоуправления и в городских СМИ. Ближайший онлайн-семинар состоится 30 марта. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгопылской городской думы. Продолжение следует...